Так, всем привет! Небольшое включение по рынку. Есть тут интересные сигналы, есть интересные новости. В общем, есть чего обсудить, поэтому погнали сразу к делу. Ну, во-первых, у нас на втором канале только что вышло видео про Тесла и Илона Маска, и про очень интересные сигналы по биткоину. Если вы его еще не видели, обязательно зацените, сейчас оно появится у вас сверху. Ну, вкратце говоря, Тесла очень сильно просела. В отличие от биткоина, кстати, что примечательно, ребята, происходит именно та самая раскорреляция, о которой мы с вами говорили. Фонда льется жестче, чем крипта. Биткоин стоит. Вот. Докуда валится Тесла? Опять же, будет же, по-любому же будет отскок, правильно? Сейчас такой жесткий фат идет. Новостной фон, собственно, как видите, что все, Тесла идет на новые лаи. Как мы с вами знаем, на таких новостях надо покупать обычно. Вопрос только, докуда это продлится, потому что, конечно, в моменте могут сквизануть Теслу еще и ниже сотки. Но в целом, если мы посмотрим, где она сейчас, и, о чудо, друзья, посмотрите. Я, правда, этого не знал, я просто накинул фибу. И прямо сейчас Тесла тестирует 78-й уровень, который является ключевым. Как и 61,8, посмотрите, тоже он отработал и какое-то время удерживался. И, скорее всего, мы к нему вернемся и отскочим потенциально прямо отсюда. Ну, либо, может быть, немножко заколем и потом отскочим куда-то туда. Каким-то макаром. Поэтому, смотрите, что по Тесле сейчас все эти плохие новости как бы не отыграли хорошо. Как бы, наоборот, точнее, отыграли хорошо. Потому что сейчас все эти пенсионные фонды, все эти Тинькофф Инвестиции и прочие, понимаете, домохозяйства, которые заходили вот здесь, сейчас они будут продавать. Они так торгуют без плеча, поэтому им устраивают на Тесле такой марджин колл, спотовый, вот, уже на 75-73% ушатав актив. Поэтому, смотрите, в любом случае, даже если будет закол, я думаю, что Тесла бай и, соответственно, поскольку это все Илон Маск, который сейчас тесно связан с крипто и с Твиттером, я думаю, что это все окажет также позитивную корреляцию на крипторынок в целом, когда Тесла начнет отскакивать. Напишите в комментариях, что думаете вы, ребята, по этому поводу и не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы продвигать его дальше в алгоритмы Ютуба, чтобы больше людей, интересующихся криптой, тоже узнали эту информацию. Но что по битку? Друзья, по битку на самом деле есть очень интересный макросигнал. Посмотрите внимательно, биток отретестил предыдущую поддержку как сопротивление, что является медвежьим знаком, да, и вроде как мы упадем ниже. Но это не мои мысли, это не мой прогноз, это чисто технический анализ. И знаете, кто его сделал? Вы не поверите. Наш старый добрый друг, золотой жук Питер Шиф. Посмотрите, что он написал у себя в Твиттере. Он пишет, мой рождественский подарок всем ходлерам биткоина – это этот график. Посмотрите, мы все ближе к пробитию дна, типа, yellow line почему-то он называет вот эту белую линию желтой. Видимо, он дальтоник. Или я дальтоник, скажите. Короче, потенциал наверх, говорит, очень маленький, а вот риск вниз настолько велик, что умное решение будет продать сейчас. И знаете, в чем фишка? Я думаю, вы и в курсе, если вы, конечно, не месяц в крипте, что твиты Питера Шифа – это уникальнейший индикатор. И посмотрите, в долгу все его твиты – это даже круче хамахи, ребят. Это сильнее хамахи. Это тот козырь, который бьет хамаху. Смотрите. Единственный, пожалуй, твит пока, который его не отработал, но и то в краткосроке – это вот этот был на 34 тысячах. И то он был такой аккуратный про биткоин, без особого хейта. Но все остальные его твиты, как вы можете видеть, да, они бывали и на пике пузыря. Но также чаще и на дне, или на продолжении бычьего тренда. Поэтому, вот, посмотрите, как четко на обеих вот этих точках он сказанул, что биткоин – это говно. Поэтому, смотрите, в долгу Питер Шиф – это очень хороший индикатор. Я думаю, что это все, опять же, скажется позитивно на цене. Но что происходит сейчас? Смотрите, цену давят снова. Давайте я вам покажу на TRDRIO. Это аналог трейдинга Юну с другими индикаторами. Они более фундаментальные. Что это, как бы, ончейн данный из бирж. Это стаканы бирж, которые я вижу всех спотовых, фьючерсных, которые хочу. Но я выставляю спотовые и крупные заявки этих стаканов. И я смотрю на лайткоин, потому что на биткоине пока таких сигналов нет. Давайте проверим. Да, на биткоине пока таких сигналов нет. Кто смотрел мой последний стрим, я показывал там, как настроить эту штуку. У Джо Саза я посмотрел, как правильно настроить эту штуку, чтобы она сигналила. Именно от ордербука. Вот, видите, в прошлом вот здесь были сильные заявки, она отсигналила. Посмотрите, как хорошо отсигналила она. Вот здесь вот с желтеньким на дне И наверху тоже с желтеньким и красным Короче, это можно отстраивать Если вам интересно, как это отстраивать Посмотрите обязательно стрим, где я все это рассказываю подробно Сейчас он появится тоже у вас вот там, сверху Очень удобный индикатор И по лайткоину, и по всяким менее ликвидным альткоинам, на самом деле Виднее экстремум, потому что там не надо так много заявок Посмотрите, на битке просто тоже можно отстроить Но чуть по-другому уровень захвата, уровень тресхолда Но на лайтке, посмотрите, как круто видно Посмотрите, как круто видно, где действительно есть поддержка Вот эти желтые бай ордера спасают цену Здесь, конечно, тоже они ее удержали, но ненадолго И вот сейчас они снова появляются Посмотрите, можно попробовать настроить его чуть-чуть поконкретней Например, 70 на 70 Посмотреть, как он будет сигналить И желтый, мы видим, что он все равно внизу сигналит То есть это нам говорит о том, что заявок на покупку больше Вот мы видим по сумме стаканов, что покупают на споте больше Соответственно, цену наверх толкать очень легко сейчас 75 на 75, тоже вот интересно Ну, в общем, можно экспериментировать с этим Чтобы он вам давал редко сигналы на самых экстремумах, собственно И на потенциальном развороте Цены для контртрейда Вот, однако по мультиграфику Биткоин, эфир, дэш, лайткоин Мы видим, что биткоин, эфир так и не сделали Попытку движения наверх Биткоин дошел только до 0,5 фибы Эфир тоже А дэш и лайткоин все еще удерживают структуру аптренда Как вы можете видеть Ну, ее и биткоин, и эфир, в принципе, удерживают Но гораздо более в медленном темпе С меньшей экспрессией, скажем А дэш лайткоин удерживает Ну, посмотрите Лайткоин в рамках уже коррекции от этого роста Оттолкнулся от уровня 0,61,8 по фибы То есть там 61,5 доллар А дэш, как вы можете видеть, оттолкнулся от 0,5 Так вот, фишка в том, что если коррекция сейчас затянется и продолжится То, вероятно, дэш тоже сходит к 0,61,8 фибе И мы его увидим по 38 долларов Я, конечно, этого не очень бы хотел Но это вполне вероятно сейчас видится даже по примеру лайта Но если мы удержим сейчас этот уровень, вот этой трендовой Посмотрите, на которой мы находимся Вот этой трендовой Здесь и по битку, и по эфиру тоже Тогда да Тогда можно говорить о продолжении отскока В рамках вот этого большего нисходящего тренда Ну вот, а так, что я могу сказать по моим позициям Я снова перезахожу Я вышел где-то в плюс, где-то в небольшой минус Грубо говоря, в тейк профит Но уже снова перезахожу Вот я смотрю на дэш недельный, ребята Посмотрите сами Дэш недельный идет пробитие многолетнего нисходящего сопротивления И закрепления То есть у нас на недельном, на самом деле, у нас все еще Зеленый тренд хайконачи Поэтому я думаю, что надо в приоритете добираться в лонг Но перезаходить ниже, если что То есть вы выходите либо в стоп профит, либо в безубыток Вот, на битгете я тоже выходил Выводил и перезашел сейчас Короче, очень важно выводить всегда то, что набежало А перезаходить еще раз Но при этом вы можете перезаходить ниже, если цена будет падать Чтобы вас не ликвиднуло Но главное все-таки остаться в позиции Потому что в какой-то момент выбьет ваш или стоп лосс, или стоп профит И улетит без вас Поэтому тут нужно, конечно, постоянно быть на чеку Короче, если вы торгуете в маржиналке, сейчас спать нельзя Вот А на споте-то можно сидеть спокойно и не дергаться Я думаю, что мы потом об этих ценах будем только мечтать с вами через какое-то время Вот А в завершение я хотел с вами поделиться еще макро-бычьим индикатором, друзья Двое моих очень близких людей Которые просто отчаянно залетали в крипту По 45, по 50, по 60 Лонговали на фьючах И очень не глупые, хорошие люди Они просто мечтали купить биток дешевле По 30, по 25, по 20 Даже не верили, что он будет Купили леджеры даже для этого И сейчас, прикиньте, когда он стоит 17 Я им звоню, ну че? Они говорят, не Мы передумали покупать Мы не верим в крипту Вот и все, друзья На этой радостной ноте я всем желаю профитролей Хорошего дня Успехов в торговле Спасибо, что посмотрели этот выпуск Ставьте лайк Ставьте стоп Ставьте тейк Выводы делайте обязательно сами Из биржи Из всего, что вы слышите и видите Вот А я буду все-таки продолжать накапливать лонг позиции Поскольку я верю в глобальный рост крипты И в локальный отскок Как минимум перед следующим глобальным ростом крипты Все, все ссылки в описании До следующей встречи, пока Метро в Аргентине прикольное, неглубокое Выходишь Сразу Вот так вот И на улицу Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...